Телеги, покрытые брезентами, вазы соломой и сеном, санитарные повозки, огромные корыта понтонов, покачиваясь и скрипя, двигались по широкому, залитому жидкой грязью шоссе, не переставая лил дождь, косой и мелкий. Борозды пашен и канавы с боков дороги были переполнены водой. В долине ясными очертаниями стояли деревья и перелески. Под крики и ругань, щелканье кнутов, треск осей об оси, в грязи и в дожде двигались сплошной лавиной обозы наступающей русской армии. Иногда в этот поток врывался военный автомобиль, начинались крики, кряканье, лошади становились на дыбы. Далее, где прерывался поток экипажей, шли далеко растянувшись, скользили по грязи солдаты, накинутых на спинных мешках и палатках. В нестроенной их толпе двигались вазы с поглажей, с ружьями, торчащими во все стороны, со скрученными наверху деньщиками. Время от времени шоссе на поле сбегал человек и, положив винтовочку на траву, присаживался на корточке. Далее опять колыхались вазы, понтоны, повозки, городские экипажи с промокшими в них фигурами в офицерских плащах. Этот грохочущий поток то сваливался в лощину, теснился, орал и дрался на мостах, то медленно вытягивался в гору и пропадал за перекатом. С боков в него вливались новые обозы с хлебом, сеном, снарядами. По полю, перегоняя, проходили небольшие кавалерийские части. Иногда в обозы с треском и железным грохотом врезалась артиллерия. Огромные грудастые лошади и издовые на них татары с бородатыми свирепыми лицами, хлеща по лошадям и по людям, как плугом расчищали шоссе, волоча за собой подпрыгивающие трупорелые пушки. Отовсюду бежали люди, вставали на вазах и махали руками. И опять смыкалась река, вливалась в лес остропахнущей грибами, прелыми листьями и весь мягко шуршащая дождя.